Привет! Вы на канале Маникюр Тема. Сегодня делаем новое покрытие на вот этих ногтях. Кто помнит этот дизайн, как мы делали этот дизайн, кто не помнит, оставлю ссылку в описании. Вот так относилось это покрытие. Посмотрите, на левой руке немного осталось полосок, а на правой руке у нас уже нет вот этих серебристых полосок. Это из-за того, что они не были перекрыты базой, а были просто топом перекрыты. И посмотрите на мизинец, что произошло с вот этим покрытием. Сначала мы были в недоумении, что там произошло, почему оно такое стало пупырчатое. Модель сама у меня спросила, почему оно такое и что с ним произошло. Но потом при снятии мы увидели, что там просто-напросто пошел распад материалов, распад базового покрытия от самого ногтевого ложа. Верхнее базовое покрытие у нас плоское, ровное более-менее, а под низом уже видно, оно такое раскрошилось уже и рассыпается. Начинаю с снятия материала, беру фрезу кукурузка с синей насечкой и снимаю наше покрытие. Сначала снимается топовое, потом гель-лак, потом мы доходим к базовому покрытию и максимально выпиливаю то, что у нас рассыпается там вот эта база. Если там уж слишком много рассыпается, то лучше побольше спилить, потому что оно в следующий раз опять будет рассыпаться. Но если там еще целые, то можно все-таки оставить эту базу и наносить сверху новые. Начинаю спиливать покрытие с середины и постепенно двигаюсь к левому боковому валику, потом возвращаюсь и двигаюсь к правому, к свободному краю, потом разворачиваю ноготок, беру верхним захватом и спиливаю у правого бокового валика покрытие. Потом снова разворачиваю ноготок и спиливаю покрытие, которое находится ближе к кутикуле. Продолжение следует... Дальше беру пилочку для натуральных ногтей и придаю форму свободному краю. Здесь особо ничего такого не выпиливаем, немножко подкорректируем длину и форму. Пилочка у меня на 180 грит. В основном использую на 180 грит. Иногда беру немного пожестче, если уж слишком там толстый материал или там гель, то тогда можно взять на 150, но лучше всего использовать мягкую пилочку. Беру апельсиновую палочку, отодвигаю кутикулу и буду приступать к маникюру. Буду делать аппаратный маникюр. Отодвинула кутикулу, затем беру такую фрезу пламя с красной насечкой. Она мягкая, пилит мягко и начинаю вычищать все под кутикулой. Сначала в левом синусе, потом переключаюсь и в правом синусе. Потом выворачиваю кутикулу и буду срезать это все шаром с синей насечкой. После маникюра хорошо обезжириваю ногтевую пластину и наношу бескислотный праймер. Я жду, пока он высыхает на воздухе и дальше буду наносить базовое покрытие. Субтитры сделал DimaTorzok Наношу базовое покрытие, отправляю лампу на просушку и дальше беру вот такой цветничок. 52 номер, такой какой-то болотный цвет, темный, но цвет очень красивый и смотрится очень красиво. Сегодня у нас будет дизайн под матовым топом и это будет перепелиное яйцо на темном гель-лаке. И сюда добавим еще такую небольшую изюминку к этому дизайну. Но сначала наношу гель-лак первый слой, нанесла кистью из-под флакона большой вот этой, подвела ближе к кутикуле, сколько это возможно, опускаюсь вниз у боковых валиков, потом беру тонкую кисть и подвожу под саму кутикулу и у боковых валиков, где кистью из-под флакона неудобно подлезть, где она цепляется за боковой валик, то лучше там подвести вот этой тонкой кистью. И отправляем в лампу на просушку первый слой гель-лака. Сразу после того, как просушится первый слой гель-лака, я наношу на него еще второй слой, для того, чтобы был цвет поплотнее и красивый, потому что вот этого лака в один слой недостаточно, он такой размытый получается и не очень красиво смотрится. Отправляю в лампу на просушку и после просушки делаем перепелиное яйцо самостоятельно, без никаких лаков, без никаких топов перепелиное яйцо. Я беру просто обычную гель-краску черную, беру вот такую зубочистку и ставлю хаотичные точечки по ноготку сверху по гель-лаку. Точки ставлю разных размеров, размером побольше, размером поменьше, иногда нужно дернуть вот этой зубочисткой, чтобы точка расплылась и был эффект вот этот перепелиного яйца. Потом эти точки нужно сушить в лампе, потому что это у нас гель-краска и дальше будем добавлять изюминку, это у нас будет вот такая золотая поталь. Кстати, очень классная поталь, купила ее в магазине, нигде не заказывала, пошла за расходниками и взяла вот эту поталь, там же в магазине, где покупала перчатки, шапочки. Она очень хорошая, пластичная и цена у нее была 20 гривен. После того, как просушились точки в лампе, я беру базовое покрытие, которое наносила сегодня и делаю такие мазки по всех ногтях. Потом на эти мазки базой я кладу кусочки потали, вот так кладу сначала пинцетом, а потом буду брать апельсиновую палочку и их просто ей разравнивать. Беру апельсиновую палку и с той стороной, которой мы двигаем кутикулу, так слегка прижимаю, растаптываю нашу поталь. Самое главное не переборщить с базой, иначе оно будет плавать и эта апельсиновая палочка будет вся в базе и поталь будет цепляться. Так чуть-чуть сделали мазок, чтобы оно у нас хорошо прилипло, хорошо разровняли и отправляем в лампу на просушку. После просушки в лампе нужно еще раз сверху базой перекрыть вот эту поталь. Перекрываем базой всю поталь на всех ногтях и отправляем снова в лампу на просушку. После просушки в лампе беру матовый топ и наношу на все ногти матовый топ и также отправляю в лампу на просушку. После просушки топа снимаю с него липкий слой. Субтитры сделал DimaTorzok В конце у нас получился вот такой стильный красивый дизайн перепелиное яйцо. Очень хорошо смотрится на темном гель-лаке. Напишите в комментариях понравилось вам или не понравилось. И по-моему прекрасно вписывается в этот дизайн наша поталь. Если видео понравилось ставьте лайк, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал если еще не подписались. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока, до новых встреч! Подписывайтесь на канал!